Смотрите, процесс какое рождение идет. Ребенок рождается, выходит и у него есть пуповина. Пуповина связана с матерью через плаценту. Плацента это основной фильтр, где ребенок получал все необходимые вещества от матери. И плюс там сформирована, даже кровь ребенка там формировалась. И группа крови поэтому разная. Вот ребенок связан с матерью через плаценту. И там процесс фильтрации происходит всего. Но когда ребенок рождается, часть крови остается на хранении, оставалась в плаценте. И потом необходимо время, чтобы с плаценты перекачалась кровь, оставшаяся в плаценте, обратно в ребенку. В среднем это до 15-20% крови. В среднем это остается в плаценте. Теперь оно перекачивается у кого-то быстро, у кого-то медленно. Например, у четвертого ребенка, третья дочь, у нее где-то 25 минут это было. А у средней дочери 43 минуты или 47 минут. И она прям перекачивается, там видно, как кровь идет и пульсирует она еще. И потом она, когда перестает пульсировать, она белая становится. И только после этого вырождается плацента. То есть таким образом устроен весь процесс рождения ребенка. Плацента вырождается после этого. В Казахстане, ну и на постсоветском пространстве, инструкции у врачей немного другие. И у них промежуток этот очень короткий. Но рекомендации ВОЗ говорят о том, и во всем мире практикуются, что нужно подождать, пока не пройдет весь этот процесс. Но в государственных клиниках есть протоколы свои, в рамках которых они двигаются. Поэтому сокращает этот период, но никто не будет ждать полчаса. Представляете, сколько там рожи вниз вокруг. Поэтому это быстро все делается. Еще и дается укол, чтобы плацента выродилась быстрее, чтобы еще следующие схватки были у роженицы и плацента вышла.